Друзья, всем привет! Итак, вторая часть, так надо сказать, марлезонского балета, да, вот, или же темы о камнях в желчном или в желчном пузыре, да, мы не будем забывать, что все-таки медицина у нас сидит за грамматикой, да, вот, ну это их дело. Для тех, кто не посмотрел первую часть, рекомендую, ссылка в описании, это обязательно, потому что мы там разбирали причины, а теперь будем говорить о том, как это убирать, потому что очень часто задают вопрос, Аслан, несмотря что в нашем чате по здоровью, где более нескольких тысяч человек, да, что очень много уже отзывов, да, вот приходит человек, ему же надо разобраться, он же не понимает, что здесь он другие вещи начинает видеть, не то, что ему медицина говорила, а здесь наоборот, что люди, оказывается, могут выздоравливаться. И тем не менее, он не ищет отзывы, или даже если видел несколько отзывов, он говорит, Аслан, говорит, а вот если я буду принимать гелий, у меня камни растворятся, а вот нужно ли пить гелий, а можно ли пить пробаланс, там, или омегу при заболеваниях желчного пузыря, вот, вот многие ответы на это вы найдете в первом видео, друзья. Поэтому, если я вам скажу, да, можно, или да, поможет, вам этого ответа будет достаточно? Я думаю, что нет. Поэтому настоятельно рекомендую во всем разбираться щепетильно. В организме нет ответов да и нет, в организме много неясностей. И еще хочу сразу сказать один очень важный момент. Все рекомендации, которые сейчас буду давать, и все то, что я говорил в первой части видео, касаются исключительно хронических случаев. Когда у вас есть еще время, запас, если же ситуация такая, что у вас прямо сильные невыносимые боли, то есть приступ острый, да, вот, и вас повезли в больницу, там, на скорой помощи. Да, естественно, в этой ситуации решение принимает уже врач, что делать. И, соответственно, вы уже, у вас, как говорится, вариантов мало. А уже вопрос в том, как врач сделать операцию, это уже вопрос к его профессионализму относится. И здесь мы туда не лезем пока, во всяком случае. Но, если каким-то образом получилось так, что все-таки врач принял решение, и вам удалили желчный пузырь, все, что я сейчас скажу, это тоже относится к вам. Поэтому острые случаи решения принимает врач. Мы говорим только о хронических случаях, когда, как я уже сказал, у человека есть запас, или же уже удален желчный пузырь. И дальше мы занимаемся устранением последствий, которые вызваны удалением желчного пузыря. Если вы не смотрели первое видео, смотрите, там все подробно, о каких последствиях может идти речь. Сразу хочу отметить, что данное видео можно воспринимать как рекламный характер данных, но это видео имеет исключительно обучающий характер для тех, кто пользуется данным продуктом. Итак, мы уже сказали на моей картинке, помните, да, который я рисовал в первой части, как желчь вырабатывается, откуда она вырабатывается, причины образования. И теперь, вот как гели помогает. То есть мы в первой части говорили, что желчь это переработанный холестерин, который превращается в желчные кислоты, и тем самым правильный путь выведения холестерина. Кстати, почему не надо подавлять функцию выработки холестерина в печени, организм сам заложен механизм выведения отработанного холестерина из нашей кровеносной системы. Но по разным причинам, стрессы, там тоже питание, у нас выработка холестерина чрезмерно высокая, да, и организм уже не может справиться со всем холестерином. Так вот, гели как раз-таки помогают из организма выводить лишний холестерин, вернее, скажем так, способствуют предотвращению образования, чрезмерного образования плохого холестерина. Или то, что медицина называет лифопротеиды низкой плотности. То есть у нас есть хороший холестерин, у нас, вернее, есть общий холестерин, хороший холестерин и плохой холестерин. Вот гели, каким образом они нормализуют состав крови, почему состав крови важен, опять-таки, первую часть я рассказывал, да, восстанавливают стенки сосудов, тем самым препятствуют образованию плохого холестерина. А раз мало плохого холестерина, соответственно, организм вырабатывает холестерин в правильной форме и, соответственно, уже способен сам правильно выводить холестерин, отработанный из организма, и тем самым формируют правильно желчные кислоты и, соответственно, желчь ту самую, да, то есть и тем самым предотвращаем камнеобразование в желчном пузыре. И нормализуя состав желчи, состав желчи, когда желчь уже правильно сформировалась, за счет правильного введения кислот, помогает дальше растворять так образованные камни. Потому что же люди мало имеют представления о желчных камнях. У них желчные камни, они в каком, господи, их только в виде не видят, и осколка в виде камней с пляжа, и чуть ли это не в виде камней, которые со скал сыпятся, да. А камни в желчном, они образуются из холестерина. Соответственно, они имеют свойство расщепляться, потому что холестерин, когда затвердел, образовался камень. А когда он растворился, он просто выводится в виде желчи. Какой именно гель принимать при данных проблемах, при проблемах желчного пузыря, да, или камнеобразования в желчном пузыре, да. В принципе, в целом, все пять видов гелей, которые у нас есть, да, они все устраняют все эти проблемы, да. Но если вы только начинаете, еще ни разу не принимали продукт, естественно, я рекомендую начинать или с геля с персиком, или же гель с медом. Опять-таки, в зависимости от вашего возраста, от сопутствующих заболеваний. А так, если у вас есть другие заболевания, скажем так, у вас суставы болят, да, и вам нужно принимать гель фидом для суставов, да. Или же у вас какие-то нервные расстройства, там, да, или там, допустим, те же панические атаки, там, для нервной системы вы принимаете, да. Или для того же желудочно-кишечного тракта, который у вас не работает. Кстати, принимая эту продукцию по желчным камням, там, да, вы уже автоматически решаете все проблемы желудочно-кишечного тракта. Или же, скажем, вы принимаете продукцию для решения проблем сосудов, до той же гипертонии. То есть, устраняя проблемы сосудов, вы одновременно устраняете проблемы камнеобразования желчного пузыря. Какая взаимосвязь? Я, по-моему, в первой части видео рассказывал. Прямая взаимосвязь. Если вы посмотрите предыдущее видео, вы поймете, о чем идет речь. То есть, эти продукты работают вот так вот. Универсальное и многофункциональное направление они имеют. То есть, решая одну проблему, вы, по сути, решаете еще кучу других проблем в организме. Как много раз я говорил, за одни и те же деньги. Поэтому вам решать, что делать. Принимать кучу таблеток с последствиями, да, вот как я уже много раз говорил, да, или же. Принимать эти продукты без побочных эффектов и получать сразу оздоровление по всему организму. То есть, в зависимости от сопутствующих заболеваний, вы можете переходить уже впоследствии, там, на тот или иной вид геля, который вам нужен непосредственно, да. И этот гель тоже будет впоследствии решать все эти проблемы, предотвращать камнеобразование, или же помогать растворять камни, да. Поэтому здесь не бывает такого вот конкретно только вот этот всю жизнь, нет. Вы можете их варьировать в зависимости от вашей индивидуальной конкретной ситуации. Еще раз повторюсь, об этом ищем информацию в чатах. Если вы в чатах нету, я рекомендую вам настоятельно добавиться в наши чаты. Обратитесь к тому человеку, кто вам предоставил это видео, или к своему наставнику, и он вас добавит в этот чат. Это очень важно, друзья, для вас. Так, теперь очень важен пробаланс. Пробаланс. Если вы будете смотреть, опять-таки, первую часть, я там рассказывал, что в состав желчи входит натрий, калий, органические соли. Их правильное содержание в желчи помогает желчи расщеплять жиры. Соответственно, и оттекать желчи правильно помогает. Кстати, если вам назначают мочегонные препараты, это тоже одна из причин камнеобразования в желчном пузыре. Вот. Еще стрессы, к этому сейчас подойдем. Почему? Потому что мочегонные препараты, они не выгоняют жидкость. Они сначала выгоняют из организма натрий, как будто бы он якобы задерживает воду, да? А когда уходит натрий, за ним автоматически уходит калий. Здесь я рекомендую посмотреть видео про калий. Я там подробно рассказывал, как работает этот механизм. Поэтому, если вы длительно принимаете мочегонные препараты, у вас организм испытывает дефицит натрия и калия. Соответственно, у вас опять желчь неправильно сформируется. Это может тоже способствовать камнеобразованию. И, соответственно, он нормализует кислотно-щелочной баланс. Я уже рассказывал, какой ПАЖ должен быть правильный ПАЖ у правильной желчи. Поэтому в первой части вот вы это все узнаете. Вот для чего нужен пробаланс. Теперь. Очень важную роль играет прием Майдмастера. Вообще, он не только при камнеобразовании, при всех заболеваниях печени тоже. Почему? Потому что, во-первых, огромное количество стрессов, которые мы сегодня испытываем, они тоже, скажем так, из-за них, вернее, нарушается правильное выведение холестерина, соответственно, неправильное образование желчи, соответственно, желчь превращается в камни и не способствует оттоку. Соответственно, мы должны убирать последствия стрессов. И для этого нужен Майдмастер. Здесь это антистрессовый продукт. Я сейчас, естественно, не рассказываю о составе продукта. У нас много информации, партнеры многие знают. И в чатах наших вы найдете эту информацию, в том числе на моем канале. Так. Теперь. Почему еще нужен Майдмастер? Ну, здесь витамины группы В, да, антистрессовые, да. И здесь есть такое великолепное средство, как холин. Холин от слова холи, от слова желчь. Это его еще мы называем витамин В4. То есть мы думаем, что он для выработки ацетилхолина. Да, мы все правильно знаем. Вот у нас много видео по Майдмастеру, да. И там рассказывается, что ацетилхолин нужен очень крайне необходим для работы клеток головного мозга. Это наша память. Это наше настроение, потому что он формирует, скажем так, гормоны сиротонин, т.д. ДТП и дальше остальное, да. Но мало кто знает, что именно холин нужен для правильной выработки желчи. Тем самым способствует оттоку желчи, предотвращая то же самое камнеобразование. То есть это вкратце, друзья. Если я сейчас начну рассказывать все великолепные свойства этих продуктов, хоть только по одному, скажем, по камнеобразованию, вернее, предотвращению камнеобразования или растворению камней, да, вы просто обалдеете, да. Теперь. Теперь дальше у меня стоит супер-омега, омега-3, да. Вот. Мы говорили, что очень важны жиры. Я говорил в первой части этого видео. И вот омега-3 является одним из самых великолепных жиров, которые способствуют оттоку желчи. Плюс эти жиры нужны для построения всех наших клеток организма. Это уже отдельная тема, да. И самое интересное, рыбные жиры омега-3 являются тем же источником того же холина. И еще яйца, желток, яиц тоже являются источником холина. То есть вот этот продукт, вы понимаете, да, какая взаимосвязь. То есть принимая комплекс этот так называемый антиэйдж, мы по сути, ну, естественно, не за месяц, естественно, не за два, скажем так, мы предотвращаем камнеобразование, мы способствуем растворению и выводению камней. И еще у людей, которых удалили желчный пузырь, опять-таки возвращаясь к первой части нашего видео, где я рассказывал подробно, к чему это приводит, да, очень проблемы возникают из-за постоянного оттока желчи, ввиду отсутствия желчного пузыря, да, я говорил, проблемы возникают в кишечнике, то есть уничтожается кишечник. Вот. И здесь я рекомендую посмотреть те видео, где я рассказывал, как эти продукты помогают восстанавливать стенки кишечника. И в частности гель алоэ вера, он предотвращает вот те последствия, которые возникают из-за постоянного желчного оттока, ввиду отсутствия желчного пузыря, да, то есть алоэ заживляет разрушенные стенки кишечника, да, вот так вот. Эти вещи тоже очень важны, вот. А для этого, опять-таки, нужна омега, а для этого нужен, опять-таки, тот же пробаланс, чтобы поддерживать состояние. Но это уже если человеку удалили желчный пузырь, эту проблему надо решать пожизненно. Поэтому здесь или вы потом приходите к заболеваниям кишечника, или же вы предотвращаете или устраняете эти проблемы. Плюс еще очень серьезная проблема. В первом видео я говорил, что желчные протоки и поджелудочная железа, их протоки соединяются, постоянное поступление желчи бесконтрольное, оно бьет по протокам поджелудочной железы, и поджелудочная железа постепенно воспаляется, возникает заболевание поджелудочной железы, соответственно, у человека возникают боли в последствии, да, вот у тех, у которых удален желчный пузырь, да. Вот это все можно предотвратить вот этими продуктами. Да, кстати, можно еще нашу продукцию с ним актив, но это в основном у тех людей, у которых уже, скажем так, на фоне удаленного желчного пузыря возникли какие-то серьезные проблемы с питанием, та или иная пища не подходит, да, вот, и человек посадили на диеты, что категорически делать нельзя, потому что именно при удалении желчного пузыря нужно как можно больше вот этих самых жиров. Да, первое время, когда вы потребляете жиры, ну, если у вас желчный пузырь еще не удалили, а камнеобразование есть, и вы начинаете опять с диет переходить на правильное питание, то есть на разумное питание, вернее, скажем так, с потреблением жиров, да, у вас, возможно, первое время будут боли в желчном возникать, да, поэтому здесь дозировано, применяя эту продукцию, со временем эта проблема уйдет однозначно, просто нужно время набраться терпения, где-то будут боли, регулируйте дозировки, постепенно-постепенно вы об этой проблеме забудете, потому что организму нужно вернуться в правильное русло, в правильное состояние, и потом вы будете жирную пищу потреблять на ура. Но если уже желчный пузырь удален, и по каким-то причинам вы боитесь те или иные продукты принимать, я рекомендую настоятельно линейку Слимактив, здесь супы, коктейли, это великолепный источник витаминов и минералов необходимых, да, это, по сути, космическая еда, об этом много раз рассказывал, это прекрасно решит вашу проблему, то есть по сбалансированному питанию. Соответственно, жиры, белки, углеводы в достаточно правильной пропорции там содержатся. В принципе, это все, что я хотел рассказать, об этой продукции, конечно, можно говорить долго и без конца, но я хотел сжато дать информацию, чтобы видео не затягивать, я рекомендую изучать то, что информация есть в чатах, у нас там много ответов на многие вопросы, если вы подписаны на канал в Телеграме по продукции компании, вы там тоже найдете очень много информации. И что еще, забываем глупости про всякие диеты, если вы опять не хотите уничтожить свой организм, потому что все эти диеты, которые медицина сегодня рекомендует, все, без исключения, все диеты, они приводят к тем же заболеваниям, от которых они якобы лечить. И вы сегодня сейчас, если вы найдете хотя бы одного человека, который вылечился с помощью диеты, ну вот этот набор вы получите от меня в подарок, бесплатно. Поэтому на такой позитивной ноте я хочу закончить наше видео. Да, не забывайте подписываться на канал, ставьте, нажимайте на колокольчик, потому что очень много людей спрашивают, Аслан, вот я не знаю, где найти ваше видео, как искать ваше видео. Вы, скорее всего, не подписаны на канал, и тем более не нажимали колокольчик, чтобы вам приходили уведомления. Если вы это сделаете, и вам будут приходить уведомления, вы будете в курсе всех новых видео, которые я для вас снимаю, друзья. Ну, соответственно, если вы в чатах находите, изучайте информацию в чате, друзья. Смотрите, наблюдайте за информацией, и все будет нормально. Прежде чем задавать вопрос, поищите информацию в чате, 100%, вы ее там, ну 90%, вы найдете ответы на многие вопросы. Всех благ, здоровья вам и всем вашим близким, вернее сказать, здоровья в ваши дома. Успехов, до новых встреч, друзья. С вами был Аслан Апугов. Удачи.